Привет, друзья! Добро пожаловать на самый жаркий канал! У нас сейчас будет очень короткий и очень полезный ролик о саемых печей. Не только банных, но и отопительных. Не только из чугуна, как вот эта вот печка от компании Fireway, но и стальных. Это касается эффективного сжигания топлива. У меня есть вот здесь вот топливо. У меня здесь есть два чугуна колосника, которым мы вернёмся чуть попозже. Сейчас пару слов о печке. Печка у меня находится достаточно давно. Никак не было времени снять вот этот вот обзор. Это такой лайфхак. Очень-очень-очень полезный. Прежде чем показать, что к чему и как, хочу немножечко пару слов сказать о печи. Печь от Fireway. Это практически скорлупка, но здесь она составная на самом деле. То есть она сборная. Сверху, не обращайте внимания, что обычный стандартный колпак. Вот здесь сбоку, вы видите, она сборная. И сзади находится очень полезная штучка, которую я вам сейчас покажу. Так вот, у этой небольшой печи, это банная печь, но у Fireway есть и большая печка, там и отопительные. Камины, кстати, очень красивые. Рекомендую посмотреть. Есть вот такой вот девайс. Вот он здесь идёт. И как вы видите, вот здесь отверстие. Что это такое? Это канал подачи воздуха, который заходит в топку. Для чего сделано? Потому что конструкция, ну, сейчас внутрь заглянем. Конструкция, скажем так, достаточно классическая. Соответственно, идёт подача вторичного воздуха в верхнюю камеру. Вот такая, на первый взгляд, простая, но эффективная вещь у этой печушки есть. Соответственно, КПД гораздо выше, чем у стандартных скорлупок. Но нас интересует сегодня топливник. И давайте к лайфхаку. Писать об этом так, как наши уважаемые коллеги пишут на своих сайтах относительно качества нашего камня. Это не так. Талько-хлорид, талько-магнезит или же талько-доломит. Потому что в одном из источников я видел название талько-доломита. Заглядываем внутрь топки. Что мы видим? Ну, мы видим вот на задней стороне как раз-таки подачу вторичного воздуха. Вот такой вот прям идеально двигающийся. Опа! Снять не смогу, наверное? Не, смогу. Вот такой вот отбойник, зуб. Ну, нас он сегодня не интересует. Мы сегодня проговорим про эффективное сжигание топлива. Так вот, когда вы в подобную печку загружаете дрова, они у вас к боковым стенкам очень сильно прилегают. Вот здесь, кстати, хорошо то, что болтовое соединение и дрова. Вот прям близко-близко положить не представляется возможным. Ну, нужно потрудиться. Но, тем не менее, дрова, если упадут сюда и перекроют подачу кислорода, особенно если это сложится всё вот так вот вверх, потому что очень любят накладывать прям доверху, произойдёт следующее. Подача кислорода, она будет очень дозирована и только с нижней стороны, со стороны колосняка. Что касается чугунных печей, это такой не очень лайфхак. Наверное, это больше стальных касается. Почему? Потому что мы сейчас делаем, благодаря всего лишь двум колоснякам, более эффективное горение. И ещё добавим массы для того, чтобы была какая, а не какая, теплоаккумуляция. Что же нужно сделать? Вытаскиваем наши дровишки. Берём наши колосники. Колосники можно купить в любом магазине, можно купить самые дешманские, вообще неважно. И устанавливаем их вот сюда. И вот сюда. Понимаете, да, что я сделал сейчас? Точно так же можно установить колосник и на заднюю часть. Я бы установил и здесь на заднюю часть, но так как у этой печи есть подача воздуха в верхнюю часть, этого делать нет необходимости. Колосников можно положить от двух, вернее, от одного до трёх на каждую сторону. Хуже не будет. Можно даже вот так вот поставить. Опа. Их так даже ещё больше влезет. Вот так вот можно поставить. Но здесь она маленькая. Вот так вот. Ну, смотрите, единственное, чтобы они, конечно, не упали. Давайте я сейчас верну, как было. Что же происходит теперь? Как бы вы ни старались, укладывая дрова в топку, у вас всегда будет подача воздуха. То есть воздух здесь будет всегда гулять. Как бы вы ни старались его перекрыть, как бы вы ни старались дрова примкнуть глубоко, вернее, прям вплотную к стенке, у вас ничего не получится. Поэтому дрова будут гореть со всех сторон. То есть пламя будет идти и с этой стороны, потому что воздух есть, и с этой. Получается, что увеличение теплоёмкости, особенно, кстати, на больших печах это работает, куда можно загрузить порядка, по опыту, 10-12 колосников. Можно эти колосники добавить и на саму колосниковую решётку, то есть даже не на решётку, а на всю поверхность пода. Это будет, кстати, тоже такой небольшой плюс, потому что для колосников, которые у печи, будет более щадящий режим. Сейчас покажу. То есть устанавливаете дополнительно вот сюда колосник. Тем самым даже угли, которые будут попадать, они будут просыпаться. То есть большое количество кислорода будет обходить все дрова. Эффективность горения увеличится, теплоёмкость у печи увеличится, не только у банной. Обратите внимание ещё у тлеющих, то есть те, которые как бы предназначены для отопления, потому что сейчас отопительный сезон. Соответственно, вот такой вот простейший апгрейд топки при помощи обычного колосника позволит вам более эффективно сжигать топливо и получить более теплоёмкую печь. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго, лёгкого пара. Надеюсь, эта штука вам пригодится. Колобок. Идеальное решение для бани с низким потолком и бани-бочки. Объём 15 литров. Высота 25 сантиметров. Наполняется за 2 минуты. Низкий потолок – не проблема. Универсальное крепление устанавливается на стену или потолок. Быстрый монтаж. Колобок для себя или в подарок. Колобок. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова